Несмотря на раннее утро, на Донецком железнодорожном вокзале многолюдно. Сегодня здесь встречают дефлимпийцев. Ребята на Всемирной Олимпиаде для глухих показали отличные результаты, а сборная по футболу привезла золото. Семья Баевых пришла на вокзал еще задолго до прибытия поезда. Сегодня они встречают своего сына в новом амплуа. Он стал чемпионом по футболу 21-х дефлимпийских игр. Признаются, когда мальчик начал заниматься спортом, не думали, что сможет достичь таких высот. Теперь не скрывают свои радости. Ну рады. Не знаю, что еще могу сказать. Представляю, как рады за него друзья. Учителя узнают в школе. Он общается со всеми. Сергей Баев играет на позиции полузащитника. Говорит, защищать ворота было очень сложно, но они справились с поставленной задачей. Это очень большое спасибо тренерам. Тренера гордились. Нас грузили, давили. Это их работа. Но мы выполняли, терпели. Все, что было, мы отдали. Они отдали нам все силы, а мы им отдали все силы, все, что могли. Макар Букин стал лучшим нападающим турнира. Считает, что главный гол забил в ворота сборной Ирана. Именно благодаря этому единственному мячу Украина прошла в финал, где одержала победу над командой России. Буквально на последней минуте я забил гол. Очень тяжело было. Теперь я очень рад, что умел защитить честь нашей страны. Эти ребята не слышат свистков арбитров. Им не знаком гул стадионов. Они не знают кричалок преданных фанатов. И хотя некоторые без всех этих составляющих футбол просто не представляют, дефлимпийцы доказали, что и в полной тишине тоже можно выигрывать. И от этого их победа становится еще более громкой, уверен тренер по футболу сборной Донецкой области. Ну, честно говоря, хотелось бы хотя бы третья, но первая там в шоке. Киеве тренера, даже сборной, все в шоке. В Киеве всех призеров сборной Украины наградили орденами за мужество третьей степени. Также из государственного бюджета для дефлимпийцев предусмотрено денежное вознаграждение, которое пообещали выплатить в течение 10 дней. По предыдущим выплатам это было за первое место 700 тысяч, за второе 500 и 300 тысяч за третье место. Украинцы соревновались со спортсменами из всего мира. Наша сборная привезла из Тайвани 67 медалей и в неофициальном командном зачете заняла второе место, уступив первенство команде из России. В Донбасс привезли шесть наград – три бронзовые, одну серебряную и две золотые. Однако долго отдыхать и праздновать победу дефлимпийцы не собираются. Уже через несколько дней все они возобновят тренировки. Следующая их цель – Олимпиада в Греции.